Да нельзя всех боксёров под одну гребёнку. Ну как это так? Каждый боксёр занимается 10, 12, 15 лет. У него уже сложился свой почерк. Почему мы должны руководствоваться именно мнением тренера? Что старший тренер должен говорить там? Защита где-то, функционально что-то, там акцентированный удар нету, там не умеет тактически мыслить на ринге. Вот его задача. Почему он навязывает, что делает? Да пусть делает то, что он умеет. И это, собственно, и будет его плюс. Очень красиво дерётся Дмитрий Пирог. Великолепная защита корпусом, уклоны, подставки. То есть широчайший ассортимент, широчайший арсенал оборонительных действий. И в то же время очень острые контратаки. Заметьте, Олег Владимирович, старается работать на ближней дистанции. Помните Виктора Агеева, когда он выманил противника на себя. Вот где-то вот на этой же грани работает и Дмитрий Пирог. Маневрирует, спокойно работает на вот этой ближней средней дистанции, крутит корпусом, вызывает огонь противника и тут же контратакует. Вы знаете, я думаю, что всё-таки он щадит. Продлевает бой. И он щадит его. Мне кажется, зрители просто хотят немножко именно такого боя продолжительного. Вы знаете, мы говорили о Вячеславе Яновском, нашем знаменитом чемпионе. Вот, кстати, он, когда завершал карьеру его соперниками, а он уже в России её завершал, и свой прощальный бой он провёл, по-моему, на Украине, да, в Астове, да? Да, да. Кстати, он у меня в клубе боксировал с моим учеником, у меня тоже есть. Так вот, удивительное качество Яновского, он не только продлевал бои, а он, скажем, старался, чтобы его соперник более молодой. Он выигрывал бой, безусловно, вёл в бою, но и давал ему побоксировать, и не унижал его, может быть, вот, давая тому завершить бой на ногах, и, может быть, преподавая ему вот эти вот азы боксерской культуры, обмена жестами, там, я не знаю, на расстоянии. Но мы знаем и других бойцов, которые при любых обстоятельствах старались сломить, сломать молодого боксера и уничтожить, в общем-то, его перспективу в боксе. Вспомним Николая Королёва, который сам выдвинул инициативу, нанеся удар молодому противнику, он сам складывал руки за спиной, нагибался, ему наносился штрафный удар. Я думаю, что это, с одной стороны, легенда, с другой стороны, конечно, вряд ли кто бы посмел из молодых просто так вот ударить уважаемого человека-партизана, бывшего в Ветеролоне. Я вам расскажу такую интересную вещь. Кстати, в Яновском, значит, в Нижнем Вартовске проводились профессиональные бои. Туда приехали, значит, боксеры, на самолете отвезли, там, туда-сюда. И, значит, с испанским боксером боксировал Яновский. Он, естественно, выиграл у испанского боксера. И, значит, тренер испанец вот эту историю рассказал. Он говорит, я сказал этому боксеру своему, темнокожему, говорю, что если ты не будешь сейчас боксировать с Яновским, то я порву твой паспорт и останешься в Сибири. Он вышел, ударил ее носку, сломал ему нос, и бой отдали испанскому боксеру. Увы, было так. Сори, гениальный. Да, психолог. Ну, Сори, отставлю тебя в Сибири. Да, наверное, холодно в этот момент было. Было холодно, да. Поэтому мне было очень интересно. Чернокожий боец решил, что в Испании ему будет лучше. Смотрите, один из эпизодов сейчас. Смотрите, как пирог грамотно работает. Очень грамотно. Главное, что работает легко. Вот, вы знаете, действительно, вот эта вот проблема с закрепощенностью, раскрепощенностью боксера, она ведь очень острая. Боксер свободный, раскрепощенный. Он адекватен в ринге. Он работает, он видит все многое и адекватно реагирует. Самое интересное, многоударность, многоударность, она восстанавливает боксера. Если человек зажатый бьет 1-2, он восстанавливает. Мне это подсказал именно один такой уважаемый тренер. Я говорю, что, ребята, работайте серийно. Тогда ты именно каждым ударом восстанавливайся. Нежели ты зажатый и бьешь очень редко. Ну, у всех разная биомеханика. Вспомним того же, не распоминавшегося сегодня Валерия Попенченко, который никак не отнесешь к боксерам свободного стиля. Он бил очень, не то чтобы зажат был, но сосредоточен во время удара. Его не назовешь свободным бойцом, тем не менее, каков эффект был от этих ударов. Или помните такой был румын или венгер Бенеш в финале чемпионата Европы, который махал от пояса и там буквально срубал, как косой всех. Да, манера, манера, каждая манера именно дает выигрыш, своеобразие. Чем интересен бокс со своим, как говорится, разнообразием? Тем, что каждый бой, собственно, понимаете, разнообразный, необычный, нестандартный. А если все в одинаковом стиле, конечно, это неинтересно. Ну, что говорить. Мы говорим о том, как настраивается боксер на бой. А вот знаменитый ирландец из поколения британских монстров. Стив Коллинз. Стив Коллинз, который даже умудрялся плакать, выходя на ринг. Да, была невероятная история. Желание быстрее, быстрее нанести удар по противнику. Крис Юбанк об этом вспоминал, когда он выходил на первый бой с британцем Стивом Коллинзом, действующим чемпионом мира тогда. Да. Он обратил внимание, что тот плачет от злости, подходя к рингу. Представляете себе? И это настолько потрясло Криса Юбанка, что он не сумел должным образом настроиться на этот бой. Посмотрите, как интересно сейчас повел себя пирог. Он показывает всю технику бокса. Что можно делать на ринге. Да, и закрыл затылок перчаткой. Насколько он осторожен, продуман. Очень здорово. Мне этот боксер все больше и больше нравится. Бой вообще напоминает рабочий спарринг такой хороший. Он, наверное, просто решил продышаться хорошенько, прочувствовать все свои скорости и показать всю технику. А вы знаете, это тоже мудрость боксера. Ведь ему, может быть, не скоро следующий поведенок будет. Когда еще он проведет 12 раундов? Нужно тоже попробовать свои физические возможности на протяжении вот этого стресса боевого. Это же тоже особый случай. Бой – это бой. Даже спарринг на тренировочный спарринг – это не всегда бой. Хотя и бывают принципиальные какие-то там столкновения боксеров в ринге, в тренировочном зале, в рингоподготовке. Но, грубо говоря, трибуны вокруг, вот эта атмосфера и напряжение боя из-за того, что есть задача его выиграть любой ценой и получить титул. Это тоже важно. Я же хотел бы отдать должное эстонскому боксеру. Он не может не ощущать разницу в классе, тем не менее делает свою работу так, как и должен делать настоящий профессионал. Нисколько не смущаясь, делает то, что он умеет. То, что он умеет, да. Кстати, очень устал. Эстонец, посмотрите, тяжело дышит. Видимо, не просто даются ему эти раунды. Психологически тяжело. Все-таки тратится очень много сил физических, психологических. Теряется концентрация, и тут уже может последовать наказание или казнь. Айв, Владимир Владимирович, делайте свой прогноз. Как вы думаете, будет пытаться все 12 раундов драться пирог? Или же он в каком раунде перейдет к решительным действиям? Я думаю, что где-то в середине. Пятый, шестой раунд уже начнется переломный момент. Да и потом, наверное, и штунский боксер подустанет. То есть будет совершать больше ошибок, и пирогой ничего не останется, как раз наказать? Да, да. Все-таки вы знаете, Олег Владимирович? Вот согласитесь со мной или нет, бокс такой субъективный вид спорта. Вот несколько раз наблюдал специалисты в холле. Бои на съемках, вот в холле смотрят поединок. Тренеры высокого уровня. И у каждого свой взгляд на поединок. Вот настолько субъективный. Я не говорю, допустим, об однозначных боях, где там, может быть, встречается суперзвезда, допустим, с КМС-ом. Но вот в целом вообще будет такая интересная зона, где мнения могут просто разниться. Обязательно. Я вот часто и думал по этому поводу. Я думаю так, что если бой ровно идет, мне кажется, при ровном бою надо спрашивать всегда о суде на ринге. Вот человек, который непосредственно находится рядом и чувствует скорость удара, точность удара и все прочее. Вот при ровных боях, я считаю, что решающее слово, надо спрашивать в суде на ринге, в рефере. Внесите это предложение. А, кстати, проходят ли семинары? Есть ли такая идея проводить семинары у тренеров профессиональных? Может быть, для повышения коллеги есть такое? Бывает, бывает, да. Все это есть. Увеличил темп, по-моему, Дмитрий Пирог. Да и практически все удары попадают. Вот уже боковой хороший прошел. Кошачий такой удар. Да, причем не слишком сильный, но чувствительный. Посмотрите, если бы Пирог прибавил чуть-чуть жесткости, тот бы сломался. Он дает, хочет проработать. Проработать вот эти 5-6-7 раундов, вот эти хочет он проработать. Это, конечно, своеобразная тренировка для него, да? Да, да, да. Решение задачи. Решение задачи. Владимир Владимирович, вот действительно, в боксе главное ведь не сила удара, а качество удара. Хлестки. Вот многие же боксеры били по вот этим вот электронным приборам. И не все нокаутеры отличались от этой силы удара. Вы знаете, когда приезжал Мухаммед Али, значит, в институт скульптуры он пришел на пресс-конференцию. И там, значит, его привели в зал бокса и попросили ударить в эту, где измеряется. Он говорит, да вы что вы. Это, говорит, совсем другое. То есть он не захотел. Нет, ну потом уже, когда в институте физкульптуры уже по-настоящему начали относиться к измерению вот этих вот показателей вопросов, выяснилось, что по трем разным критериям можно измерять удар. Есть сила удара, есть конечный импульс удара, есть начальный импульс удара. Вот, например, наши выдающиеся нокаутеры начала 70-х годов, Олег Каратаев или же Вячеслав Лемешев оказались в конечной фазе удара, заняли одно из последних мест в сборной Советского Союза. Но в начальной фазе импульс, начальный вылет руки, в начальной фазе удара они с гигантским преимуществом опережали потом всех. Вообще Лемешев вот начинал бой вяло, проиграл по очкам, но стоило ему увидеть брешь, выбросить руку, помним этот финальный бой с Вирдениным в Мюнхене. Человек остался инвалидом, конечно. Вы знаете, я вам расскажу, что в 79-м году я секундировал Лемешева на чемпионате вооруженных сил в Краснодаре. Вот, он встречался с Юрой Гагариным, вот это тоже московский боксер, он боксировал тоже за московский военный округ, и они в финале. Я секундировал, естественно, Лемешева. И Гагарин, Юра выигрывает у Лемешева. А Лемешев пытается все время ударить его справа, потому что у него хорошо поставлено было. Но в это время он уже был не в форме, вот, и не получался у него удар. Я ему говорю, что, Вячеслав, работай левой рукой, у тебя хорошо левый поручается. Я тебе говорю, нос у Юры очень слабенький, говорю, работай. Я говорю, ты понял, понял? Я говорю, ну, ты сейчас, что сейчас выйдешь на второй раунд, что ты будешь делать? Подойду, как дам его справа. Он был зациклен именно на правый удар. Ну, в общем-то, фактически боксерский анекдот, только из жизни. Да, ой-ой-ой. Лев Маркович Сигалович, наш знаменитый тренер, долгие годы работал. До 71-го года, если не ошибаюсь, он работал с Лемешевым, потом Лемешев перешел к Родоникулу. ЦСКА. Итак, наблюдаем мы очередной раунд поединка за звание чемпиона СНГ и славянских стран по версии WBC с нашей восходящей звездой Дмитрием Пирогом, который боксирует против Сергея Мелеса из Эстонии. Практически равное количество боев у боксеров. 16 у Мелеса и 15 у Пирога. Правда, мы не знаем, с кем встречался Мелес. У Пирога были победы, например, я сейчас повторяюсь, с Ламбеком Кадзоевым, нашим знаменитым боксером, которого тот остановил во втором раунде ударом по печени. То есть это такой серьезный был бой в карьере. Да, Пирог так играет сейчас на дистанции, проверяет свои возможности в этом компоненте боя. По-моему, бой доставляет удовольствие Пирогу. Чем-то он напоминает, да, Дмитрий Пирог, Роя Джонса, когда тот выходил в хорошем настроении против бойцов, которые ничем не раздражали его. Ну вот согласитесь, вот если будет в таком манере продолжаться 12 раунд, то, мне кажется, зрители заскучают. Безусловно. У бокса это такой вид спорта, где должно быть логическое завершение. И качественный удар это и есть та самая точка в произведении, которую должен создать на рынке боец. Я думаю, что все секунданты именно сейчас начнут немножко напрягать Пирога. Вот, иллюстрация ваших слов. Народ стал подбадывать Пирога, просит крови. Вы знаете, когда я был такой очень чемпион Европы Лимасова, он у меня боксировал за Московский военный округ. Вот, и когда он не в настроении выходил на бой, он там раскисал. Я ему в углу говорю, Валера, ты такой красивый, блондин, такой симпатичный. А этот, говорит, бьет тебя. Ты представляешь, как зрители реагируют? Он, и что, плохо они реагируют? Я говорю, да кошмар, такой блондин, такой красавец. И получаешь удары. Он сидит в углу, говорит, ну все, ну все. Ну сейчас я ему покажу. Выходил и заканчивал бой. Кстати, Лимасов был один из тройки великих боксеров, Рыбаков, Лимасов, Соломин, которые тренировались у Виктора Петровича Агеева. Хотя Агеева мы не можем назвать полноценным тренером. Вот был такой наставник в широком смысле слова. Но вот его анекдоты ходили о том, как он секундировал того же Рыбакова. Он мог, например, не дойти до угла. И как-то вот эти паузы, которые возникали, давали гораздо больше ответов на те вопросы, которые Рыбаков пытался задать Виктору Петровичу Агееву. Еще не сказали Горбунов у Виктора Петровича был. Ну, затем были и боксеры профессиональные. И Петров у него был, кстати. Анатолий Петров сейчас вице-президент Федерации профессионального. Он любитель был. Любитель, да. И, кстати, Петров очень хорошо с кубинцами работал. Ну, он стал мастером резервного класса. Когда он поехал кандидатом, стал мастером резервного класса, выиграл целый мир. Кстати, выскажу претензию рефери в ринге. Уже второй случай, когда боксер в углу поскальзывается, это может, в общем-то, к неприятным последствиям привести. Да, вспомним последний бой Артура Абрахама с американцем. Вот, смотрите, пирог поскальзывался. Да-да-да, это вот, этим можно воспользоваться противник и просто нокаутирует. Да и ногу можно вывихнуть. Должно следить. Есть культура профессионального бокса, мы должны к ней прийти. Да, надо следить за тем, чтобы угол был протерт насухо. Раунд номер шесть. По-моему, самое время приступать к активной фазе. Какие слова, Олег Владимирович, вы сказали в такого рода бою своему бойцу? Ну, во-первых, ограничивать передвижение, это раз, боксера. Не давать ему выскальзывать. Во-вторых, сближаться с легкими ударами. А потом уже, когда в ближнем дистанции, уже, честно, акцентировать. Не, я имел в виду несколько другое. Не хватит ли уже мучить зрителей? Я тоже думаю, что это не последняя роль. Лично я бы сказал уже. Кстати, в Чехове, когда в прошлом году, летом, или позапрошлом, уже не помню, в Чехове, когда был бой Поветкина с Айксом, вот, говорил о том, что Дмитрий Пирог проводил свой бой, тоже ряд зрителей, а бой такой был тягучий, он провел все раунды, уверенно выиграл. Тоже так немножко зрители были несколько недовольны тем, что знаю, что преимущество, конечно, очевидное, Пирога. Но как-то он не торопил события. И хотелось бы, конечно, какого-то завершения, какой-то точки. Хотя бы в бою, через три боя, через два, хотя бы какой-то из боев завершать каким-то действием, которое бы делал из него герой вечера. Ну да, конечно, это хорошо, что Дмитрий не зацикливается на каких-то внешних эффектах, на послужном списке, но, тем не менее, надо учитывать интересы зрительного зала. Ну вот. Вот, по просьбе трудящихся. Сейчас встанет, не встанет. Что-то не хочет встать. Ну да, уже сил мало, и чтобы восстановить дыхание и прийти в форму, сейчас это тяжело сделать в шестом раунде. Пирог сейчас попробует еще раз, по-моему, да? По-моему, он не торопится. Придавил. Главное в профессиональном боксе даже не сила удара, не скорость, а не ожиданность, да, удара? Не ожиданность. Ну, самое интересное, вот недавно была полемика программа «Культурная революция» и о спорте. Например, прыгун на лыжах уже не только за дальность полета, а за красоту полета. Представляете? То есть уже красота даже в воздухе должна учитываться. Тоже самое, красивый бой. Ну, ты знаете, тренинг, которые никогда не занимались спортом, конечно, могут поднимать культурную революцию. Проблема. Я вообще считаю, что большой подвиг, что человек на лыжах с этого трамплина прыгает и долетает до конечной точки, а сколько не долетает. Дмитрий Пирог тем временем завершает поведенных второй раз. Второй раз, да, послав своего соперника в награун, и тот, в общем-то, не проявил никакого желания продолжению боя. Тем более до конца осталось совсем немного. Очень мексиканских страстей не было. Я расскажу, кстати, насчет, ты говорил, о прыжках. В институте, когда я кончал в Киргизии, значит, на втором курсе мы проходили лыжную, значит, подготовку, да. И все, значит, побежали на прыжки с трамплина. Я подумал, подумал, нет, пойду на равнину. Значит, 300 человек пошло, с первого, значит, день прыгали, и сразу же 15 человек с выехами, и два перелома было. И все убежали с трамплина. Конечно, это мужественный вид спорта, прыгать с трамплина. И вы знаете, когда на кону стоят пояса, и когда соперники равны друг другу, бывает не до красоты. Там уже битва характеров, битва стремлений. Ну да, но судьи уже стали учитывать красоту полета. Я вот хотел бы некую досаду в отношении Дмитрия Пирога высказать. Совершенно очевидно, что он перерос всех своих противников, с которыми встречаются последние полтора-два года. Пора выходить ему уже на более серьезные бои со звездами его весовой категории. Итак, Дмитрий Пирог выигрывает титул чемпиона СНГ и славянских стран по версии WBC. По-моему, Виталий Кочановский возглавляет эту секцию у нас, да, в России? Да. Но если Дмитрий Пирог не будет подниматься до более серьезных соперников, он просто перестанет расти. Нельзя упустить этот момент. Да, и у него интерес. Этот огонек может пропасть. Кураж. Знаете, я думаю, что еще все зависит от соперников. Если соперники виловатые, то и он не включает, может быть, вот эту вот свою скорость, вот эту энергию. Надеемся. Когда противник принципиальный, тут уже, ну, тренинг нужен, нужно все равно бои заканчивать красиво, потому что все-таки это шоу-бизнес. Все должны знать, что Дмитрий Пирог закончил бой красиво. Эти фрагменты должны крутиться на телеэкранах. Вспомните Тайсона. Ему живут под первые бои его. Были слабые противники. Он их валял, а то в итоге стало. И, знаете, и красиво, и по-настоящему эффектно. Да, никто никогда не отменял и не отменит старую боксерскую истину. Боксер растет от противников. Поздравляю, Дмитрий Пирога. Хорошее завершение вечера. Если бы не поражение Александра Котлабе, я думаю, вечер удался бы еще больше не. К сожалению, вот этот весь был антураж, это было под этот бой. К сожалению, не получился выиграть. Слишком скованным, слишком скованным, сосредоточенным, я бы сказал, внутренне зажатым вышел Котлабай на бой. Ну что, хорошая картинка, красивые, неплохие бои. Интрига была, неожиданности были сегодня. То есть, его величество бокс сегодня правил бал на телеэкране канала «Боверь». Единственное то, что приятно, что в России не перевелись хорошие боксеры. То есть, вы сегодня ставите какую оценку боксеру сегодняшнего вечера? Ну, можно подставить 4 с плюсом. А работу промоутерской компании «Джепромоушен»? Нет, конечно, красивое зрелище, конечно, все остальное. Но центральный бой немножко не удался. Надеюсь, будет лучше. Ну, по спортивным причинам, это бокс. Вы знаете, мы стараемся наши эфиры проводить в таком необычном формате. Возвращаемся в историю, вспоминаем о событиях прошедших лет, стараемся заполнить картинку не только тем сигналом, который получаем из городов, которые нам дарят кадры турнира, но и заполняем нашим видеорядом, который готовим. У нас есть архивы. Мы впредь будем стараться зрителю, тем зрителям, которые хотят насладиться боксом, вспомнить о прошлом, задумываться о будущем, насладиться настоящим, показывать как можно больше бокса разного, разных времен, разного уровня. Олег Владимирович, спасибо, что вы сегодня пришли к нам. Итак, у нас сегодня в гостях был Олег Владимирович Чехов, знаменитый наш тренер, тренер, заслуженный тренер России. Среди воспитанников были Сергей Кобозев, конечно же, Анатолий Крупин, это были чемпионы Советского Союза. Александр. Да, да, да. И профессионал Жабраилов, Александр Перевовичков, Анастасия Токтаулов, все, кто наш эфир смотрит, знают этих боксеров. Вот их наставник сегодня был. Итак, на этом мы с вами прощаемся. Надеемся, в скором времени мы вновь встретимся в прямом эфире и посмотрим бои российских профессионалов. С вами были Илья Рябцев, Алексей Гусев, соавторы программы «Черный-белый квадрат» и заслуженный тренер России Олег Чехов. Кстати, совсем скоро смотрите наши новые фильмы о Викторе Агееве и Владимире Хрюнове. Хрюнове в рамках проекта «Черный-белый квадрат» телеканала «Боец». Всего доброго, смотрите бокс. Всего вам доброго, друзья. Традиционно пожелаю вам того же, что желает судья, рефери в ринге перед боем каждому из боксеров. При любых обстоятельствах защищайте себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова